В администрации под руководством первого заместителя главы Елены Добриной прошло еженедельное оперативное совещание. Основной вопрос – уборка снега в поселениях района, а также работа с обращениями, поступающим на портал Добродел. Елена Константиновна акцентировала внимание присутствующих на качестве и сроках ответов заявителям. Отписок некорректных ответов не должно быть, должен быть конкретный ответ. Каждый руководитель несет персональную ответственность за это. Жители Ленинского района получили возможность воспользоваться более простым и технологичным способом записи к врачу через инфоматы единой медицинской информационной системы, которые находятся на первых этажах медицинских учреждений. Также записаться на прием к врачу можно через портал государственных услуг или воспользоваться записью на прием по телефону 8 800 550 50 30. Звонок бесплатный. В Звенигороде открыли год российского кино в Московской области. Среди гостей были народные артисты Валентин Гафт, Валерий Баринов, Валентина Талызина. Открыли год кино в закладке памятного знака в память об актрисе Любови Орловой, которая жила в Звенигороде. В рамках года кино в Подмосковье пройдут кинопремьеры, творческие встречи и фестивали. Команда Спарта НК одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата России по баскетболу против Курского Динамо. Игра завершилась со счетом 90-78 в пользу хозяек площадки. Следующий матч наша команда проведет во Франции 28 января. Соперницами спортсменок в первом матче серии плей-офф Кубка Европы станут баскетболистки коллектива «Нанторезе». Победитель серии получит путевку в четвертьфинал.